здравствуйте меня по-прежнему зовут александр паснова и я по-прежнему закорнял цветочник сегодня у нас очередное видео посвященное ответу ответам на ваши вопросы я подготовила себе файлик в котором собрала все ваши вопросы сейчас буду отвечать на них по порядку спасибо кстати что дали мне обратную связь на прошлое видео мне это очень ценно и полезно и я думаю что мы будем продолжать в таком формате единственное что сегодняшний ролик я хочу начать с таких пару вопросов на поговорить скажем так первое безусловно я занимаюсь не только блогом и только в логом на ю тубе это скажем так дополнительное мое увлечение с целью подружить людей с цветами показать что цвет это действительно очень просто и не нужно танцевать с бубнами посвящать всю свою жизнь для того чтобы окружить себя зеленой красотой и само собой я снимаю по несколько роликов за раз потому что время у меня ограниченный ресурс и получается что иногда я оговариваюсь то есть я не готовлюсь заранее у меня идет потоковое скажем так сознание да там у меня кофе-машина пищи ты на заднем плане потому что я все делаю все процессы встраиваю в свою жизнь одновременно и так иногда я оговариваюсь ну мы все люди мы все ошибаемся уж простите меня да я могу назвать клубень луковицы луковицу клубнем сказать что традисканцы белый цветочки они сиреневые ну то есть бывают разные варианты вы уж меня простите я не со зла поправляйте меня в комментариях я вам очень признательно за то что внимательно меня слушайте и делайте поправки еще у меня есть к вам одна просьба все-таки я занимаюсь цветочным бизнесом цветочный бизнес нашей стране это маленький маленький бизнес и приходится вовлекаться во многие процессы и помимо ютуба я еще веду свои соцсети в частности инстаграм вк фейсбук индекс цен канал кто не знает буду рада если вы подпишетесь то что на яндекс цене я пишу хоть не очень регулярно но тем не менее я там рассказываю о цветах от имени цветов к чему я это говорю у меня сейчас увеличилось огромное количество фотографии в инстадирект в вк в личные сообщения в фейсбук мне конечно очень приятно что мне пишите находите меня во всех соцсетях но поверьте для того чтобы мне быстрее отвечать на ваши вопросы лучше если вы будете писать в комментариях к ютубу потому что но я по крайней мере системных проверяю системно отвечаю сейчас у меня очень большая задержка с ответами и вы видите во сколько я отвечаю на ваши комментарии это происходит где-то ночью когда уже остальные дела переделаны я очень надеюсь на ваше понимание в инстаграм само собой присылайте мне фотографии ваших цветов если вы хотите поучаствовать в челлендже и у них он публикую с превеликим удовольствием сегодня пример я получила кучу огромных красивых вообще цветов и я рада что люди заботятся о них находят на это время и увлекаются комнатным цветоводством на последний вопрос вернее ответ на вопрос перед тем как я приступлю непосредственно к ответу на ваши вопросы очень часто меня спрашивают где можно купить тот или иной товар домики которые показывают цветы и еще что то ну конечно же это можно купить у меня на флорс точка ру либо в нашей мастерской мистер флориста который находится в балашхе потому что все что я показываю все что я рассказываю я собственно это продаю вот так что если вам что-то понравилось флорс точка ру вам в помощь все товары там выложены буду очень рада если вы поддержите меня не только просмотрами роликов но и покупками в моем магазине для меня это очень важно итак вопрос номер один людмила меня спрашивает просто циндапсус у меня проблемы с таким цветком стали загнивать корни земля покрылась белым налетом я понимаю что проблемы с землей какую землю вы используете можно купить универсальный грунт и посадить туда и нужно ли обеззараживать землю например пролить кипятком перед посадкой я отщипнула веточку посадила воду корешок отрост посадил рядом со старым цветком корешок пропал опять достала посадила в воду нормально начал пускать корни не понимаю что землю что делать я неоднократно говорил о том что я пользуюсь универсальной землей потому что у меня очень много цветов когда их присаживания нет возможности под каждый цветок подбирать землю свою более того я планирую в ближайшее время выпустить ролик с разбором земли где прям буду вскрывать мешки показывать вообще смотреть будем вместе с вами чем одна земля отличается от другой когда эти вопрос не интересовалась но сейчас благодаря youtube-каналу благодаря вам я думаю что у нас такая возможность будет мы поковыряемся в этой земле и посмотрим я прям пристально под микроскопом можно сказать в чем отличие если земля покрывается белым налетом как правило это качество воды либо ее количество потому что белый налет это что-то не так с водой там где я живу нас очень плохая вода у меня стоит огромные фильтры на очистку и на питьеву еще стоит отдельный фильтр поливаю я цветы не отстойной водой потому что я уже говорила в одном из роликов что мне уходит около 100 литров воды на полив только первого этажа ну напали второго этажа у меня уходит около 10 12 литров это не очень много но стоит такое количество воды просто нереально но вот муж меня отстаивает питьевую воду который он заливает в аквариум и кстати обязательно сниму ролик про то как он ковыряется в аквариум потому что это залипательно абсолютно соответственно если белый налет значит что-то не так с водой что касается земли универсальная земля но она универсальная есть многих производителей пока наш производитель не за рекламу не платит и не буду афишировать его название что мы с ним поговорим на эту тему но все что я продаю себя в магазине я конечно же экспериментирую на себе в первую очередь потому что я торгую тем чем я пользуюсь сама как цветочник и землей этой компании я пользуюсь уже последние пять лет у меня нареканий особо нет до этого я брала землю другого производителя ну и рассталась с ними посту как я обнаружила кость не стала выяснить природу происхождения этой кости но мне было очень неприятно я сменила собственно компанию поставщика и компанию производителя я знаю страшный случай когда землю покупают в ашанах в обе в леруа особенно и после пересадки в эту землю гибнут все растения в которые были пересажены поэтому внимательно относитесь к производителю именно есть в россии неплохие производители ну собственно надо пробовать экспериментировать на землю надо менять насчет обеззараживание земли вот и знаете мне немножко поставил в тупик вопрос потому что ну если производитель хороший то там вообще никакой заразе речи не идет если мы говорим о том что земля содержит микроэлементы и я тоже неоднократно говорил что если мы цветок пересадили я лично не вижу необходимости его удобрять потому что удобрение это микроэлементы когда у нас обновленный грунт в нем и микроэлементов достаточно не знаю честно говоря я считаю что любое любая обработка кипятком она приводит к тому что мы эти микроэлементы убиваем поэтому наверное просто нужно сменить землю нужно сменить производители и уменьшить полив потому что могут по моим наблюдениям налет появляется когда мы начинаем под заливать людмила я очень надеюсь что я ответил на ваш вопрос оксанин сад задает мне такой вопрос по поводу интервью с дмитрием турканом так в одном не соглашусь что значит раскручивать магазин три года товарищи дорогие через три года уже всем надоедает любой магазин и люди хотят опять чего-то нового бегут в него а кушать на чтобы мы эти три года я не согласна если за полгода не раскручу свой магазин начать нечего его содержать магазин должен работать на тебя нет и на него личного мнения спасибо огромное что поделились ваших словах безусловно есть определенная правда попугая своя правда мне там что-то тоже пытается донести мой певчий рюрик 1 я по поводу цветочного магазина так и цветочным бизнесом занимаюсь уже 16 лет и собственно последние три года я помогаю действующим цветочником разобраться что у них происходит не так поэтому если среди тех кто смотрит это видео есть владельцы цветочных магазинов обращайтесь вместе индивидуальной консультации разборы мы разбираем вообще что идет не так и оперируем при этом цифрами они мне кажется вроде как по поводу раскрутки магазина да если это магазин формата масс-маркет он должен больше вам скажу не полгода он раскручивается если он через три месяца не вышел на окупаемости не начал приносить хотя бы маленькую прибыль это говорит о том что место подобрано неверно ну либо формат неверен либо цена образования что-то идет не так то есть либо вы допустим открылись в каком-то рабочем квартале ассортимент и цены ставите как для премиум класса для рублевки барвихи не знаю для центра для супер топ-менеджеров то здесь тоже может быть нестыковка нужно разбираться в каждом случае конкретно но три месяца это тот предел в течение которого магазин должен начать ну хоть как-то себя окупать и что-то приносить что касается цифры в три года эта цифра она не с потолка взята есть еще понятие такое как салон до салон который выше класса чем масс-маркет премиум класса и до салоном свойственно раскручиваться от трех до пяти лет это есть такая цифра потому что это немножко другой формат бизнеса и другая подача материала другой цветок другое общение с клиентами но к сожалению это так то есть если очень высокого уровня салон три года это нормально абсолютно для него цифры нужно быть к этому готовым но я вот смогла совместить такой формат хорошего салона с очень демократичными ценами поэтому возможно все если ты пробуешь я вас очень благодарю за то что вы поделились своим мнением и задам подняли такую тему вопрос про фаленопсис скажите пожалуйста как увидеть маркировку качества при покупке цветка вы это увидеть не сможете никак что такое маркировка качество цветка и вообще вся информация по цветам когда я закупаю цветы в голландии ответе меня допустим тут срезанной аморилисы стоят прекрасные очень их люблю и балую себя цветами если мой муж вовремя мне их не дарит а так иногда бывает потому что для меня время наступает как только завел текущий букет маркировку можно увидеть только при закупке напрямую каланте есть специальная база садовников есть специальные программы через которые закупаются цветы там по каждому цветку написано подробная информация включающие размер вес если мы говорим про срезанные цветы количество бутонов количество ну там прав кустовых допустим цветах в тех же аморилисах написано сколько на одной ветке будет бутонов здесь 35 до мутонов то есть соответственно я понимаю сколько у меня что мне ждать от цветка и есть градация качество а1 а2 b1 b2 ну соответственно чем дальше тем она хуже и порядочные садовники как правило указывают в чем причина а2 то есть это может быть мало листьев если мы говорим про горшечные растения то про фаленопсисы в частности это полностью распущенные цветы мы прям вот полностью уже там они на грани еще чуть-чуть они начнут отсветать либо у них неравномерные ветки либо у них подпорченная корневая система то есть в принципе эту информацию можно увидеть только работой непосредственно с базы при заказе цветов но в любом случае когда я вижу качество а2 я понимаю что этот цветок уже априори немножко не того качества который бы хотел привести для своих покупателей но покупатели эту информацию не видят никак и то что я призываю вас не покупать сетевых супермаркетах и в сетевых больших магазинах это одна из причин то есть они могут именно по фаленопсис выбирают достаточно большое количество и соответственно садовники не за маленькие деньги садовники тоже занимаются бизнесом они если будут поставлять цветы супер качества по очень очень низким ценам они просто вылетят в трубу поэтому имейте ввиду когда вы приходите в сетевый магазин вы всегда берете качество ниже чем если вы берете специализированных магазинах цветочных которые ну цель направленно закупают комнатные растения и очень бережно относятся к качеству вопрос такой добрый день александр скажите пожалуйста где лучше держать пальмы на полу или на столе чтобы им было хорошо и они не болели мне в вашингтоне трахикарпус и арика заранее спасибо большое пальму держать нужно там где вам удобно то есть если вы поставите на стол пальму то вам наверное негде будет работать или есть если у вас мы уже говорили в прошлый раз ледяные полы да можно использовать какие-то подставки чтобы сделать прокладку между полом и дном горшка чтобы не мерзли листья вообще вот вы видите но у меня конечно тут но не совсем пальма но ты тут у меня пальма стоит кариота рыбихвост и обязательно про нее сниму ролик не это все стоит на стойках просто чтобы мне было удобно чтобы вам хватало света потому что они не очень высокие а им нужно много света что-то у меня стоит на полу на стоечках на колесах в принципе вы должны исходить из того чтобы было достаточно света вам было удобно рядом с ними жить они вам не мешали и не портили интерьера дополняли вы наполняли своей красотой надеюсь я ответила на ваш вопрос дальше расскажите пожалуйста о филдендроне в частности филдендроне гринвандер или его или фанбан профил дендроны будет ролик и не один потому что я к ним очень трепетно отношусь у меня есть филдендрон imperial red который я забирала или imperial green imperial green наверное который я забирала из магазина в состоянии одной веточки он у меня начал очень его просто воткнула в землю он пошел расти начал очень расти хорошо поэтому на меня сейчас не очень прекрасном состоянии потому что как только он набрал массу разрос у меня ребенок его сломал вот но при этом он дал побеги я сниму прямо отдельный ролик про него потому что филдендроны это мои страсти ампельные и такие более толстые кусты которые растут буду попозже их привозить в магазины про каждой сорта снимать в частности green wonder есть сейчас продажи я не думаю что это дефицит он пришла моя кошка за медаль на кошку покажем это на все скрывается в отличие от мартюш я покажу кричащую морду которая кстати вот это да одна из немногих кошек которая зараза жрет мой одиантум и сейчас мне сегодня пришлось перед тем как снимать ролик этот одиантум спрятать потому что она просто в наглую откусывает от него листы бросает их и и уходит довольной жизнью так вопрос от вали кушаева здравствуйте купила пестролистную шифлеру знаю что нельзя заливать но она все равно сбросила листики как быть вопрос конечно очень интересный вы знаете что нельзя заливать но судя по всему вы ее продолжаете заливать вопрос у меня к вам а зачем вы это делаете листья сбросить шифлера может по разным причинам кошка ушла не хочет она сниматься очень она стеснительная дамочка у меня отличие от мартюша то есть надо смотреть причину то есть как правило но вот по моим опять же наблюдением многолетним шифлеры сбрасывают листья когда их заливают то есть это происходит покоричневение они становятся мягкими они опадают и начинают гнить макушку то есть это говорит о том что вы ее заливаете ролики про шифлеру я сказала очень очень четко ясно что главное ее не заливать это основной принцип в принципе с ней дружба если она вас постоит даже недельку сухой с неровным счетом ничего не произойдет а вот если она вас недельку постоит залитая мокрая она конечно будет гибнуть наталья серафимова спрашивает меня скажите пожалуйста ваше мнение о грунте питер питт он хорошо хорошо для цветов я честно не могу сказать хорошим для цветов или нет потому что лично я им никогда не пользовалась но я думаю что про грунт и я буду снимать серию роликов просто потому что это такой вопрос животрепещущий это в принципе основа благополучия наших растений то что это то что дает им жизнь и я буду покупать разные фирмы но со временем я обязательно следующем году сделаю такой сериал сначала я сделаю сравнительную линейку грунтов в одного производителя потом я буду смотреть разные грунты разных производителей мы вместе с вами будем сравнивать и разбираться что с ними не так но вот по поводу питер пит я ничего не слышала и сама не пользовалась вот поэтому к сожалению не подскажу и еще вопрос от натальи по поводу пересадки замиокулькасом видео было в мастерской скажите пожалуйста в какой грунт посадили что добавили еще в грунт я сажаю в универсальный грунт и добавляю вермикулит ну это моя личная мой личный фетиш скажем так то есть я считаю что это просто для растений безвредно и в принципе без дополнительных заморочек вопрос проходили про хризолида карпус добрый день очень подробно понятно мне интересует больше уход за этим растением и температурный режим про уход я рассказывала в ролике в ташкенте частный дом можно ли его иметь для себя второй этаж коридор светлая сторона возле балкона нас летом около 40 градусов бывает вопрос конечно интересный потому что 40 градусов ну бывает до ташкент жаркий город но растят же у вас дома цветы мне сложно как-то судить потому что у нас больше 25 градусов московского но и мы исходим из того что все растения изначально они растут в живой природе и уже потом с каким-то временем когда садовники обращают на них свое внимание они становятся комнатными пальмы в том числе растут в жарких странах они там все прекрасно чувствуют поэтому если во время такой жары вы будете ежедневно лучше утром и вечером опрыскивать я думаю что он у вас нормально с вами подружится главное следить за поливом потому что такую жару растение пересыхать будет достаточно быстро вопрос про мультицветковый фаленопсис как их правильно поливать по поводу фаленопсисов но это вообще как бы очень много видео на ютубе я честно говоря не смотрела потому что как правило их снимают люди помешаны именно на орхидеях я хоть и закренела цветочник то не могу сказать что есть буйное помешательство на каком-то определенном цветке так чтобы я там чем-то его мазала мыло специально что-то с ним делала какие-то вещи ну как бы во всех книгах во всех видео во всех статьях в интернете профиленопсисы все рекомендуют их опускать в воду я этого никогда не делаю орхидеи мне достаточно много многие из них сидят в кашпо без дренажного отверстия я просто поливаю их наравне с остальными цветами потому что у меня нет времени выделять особо для каких-то цветов поэтому выбирайте тот путь который вам удобен если у вас одни орхидеи вам нравится их купать можете их погружать но ненадолго потому что длительный контакт с водой тоже для орхидеи не благополучен почему я поливаю злейки я по-моему уже говорил я видел как они растут там где они собственно растут это филиппины это мексика ну и в принципе на улице просто привязаны прозрачной леской к стволам деревьев дэндробиумов линопсис и там вообще никто не поливает и не опрыскивает все что у них есть это вот естественная влажность из воздуха да наш как бы влага который в любом случае в воздухе есть и дожди ну вот собственно все поэтому выбирайте удобный путь для себя я пользуюсь лейкой и поливаю наравне все вместе замики кактусы орхидеи пальмы все один раз в неделю просто разное количество воды вопрос про плющ так очень много приятных слов мне так нравится читать ваши приятные слова жалко что у меня сейчас нет на это достаточно времени я делаю турками но я постараюсь побыстрее на все по отвечайте все перечитать этим летом у меня появилась хедера чувствовать себя 50 на 50 растений дает новые листья но некоторые сильно высыхают кончики все доходит того что подать целый лист пыталась обрезать обрывать такие листья но без толку стоит на восточном окне на третьем этаже сразу метров через десять следующий дом недавно поставила фитолампу опрыскивается несколько раз на дню витаминами с наступлением осени не кормлю лишь иногда подливая очень слабо разведенный корневин паутиного клеща не обнаружено прошу объясните причину поведения столь прекрасного плюща вопрос прекрасный но мне на него очень сложно ответить потому что причины бывают разные но вот то что вы описываете первое это возможно паутинный клещ и очень на это похоже 2 это залив потому что плющину тоже вот по моим наблюдениям так реагирует на залив что у них начинается вот так отпадать листья и следующий как бы растут но я бы сказала что дело не в освещении и надо смотреть либо полив либо все-таки искать паутинного клеща потому что не всегда прям видим невооруженным глазом а когда он уже виден уже вообще поздно что-либо делать с растением ну и третий вариант это просто не ваше растение потому что видео про плющи я говорил что это энергетически очень чувствительные цветы они либо с вами живут либо не живут то есть тут все зависит от того сошлись образно говоря характером или нет про кактусы какая должна быть земля у кактус или на видео пропустила во многих местах кактус сажают на грунте смешанным с камушками а сверху еще засыпают как мульчу правильно ли это я сажаю кактусы в универсальный грунт добавляю вермикулита побольше чтобы земля была порыхлее не такая жирная скажем так есть специализированный грунт для кактусов и суккулентов чем он отличается от универсального посмотрим ролики про грунты что касается засыпки камнями сверху я люблю засыпать и вы увидите видео с цветами у меня на кухне то есть у меня посадки с кактусами засыпаны камнями сверху но я себя очень четко контролирую и не заливаю их чем чревато засыпка земли камнями тем что же влага старается не так активно и если вы очень большой любитель поливать то вы просто можете их сгноить а так противопоказания никаких нет это красиво декоративный в принципе ничего страшного поэтому смотрите сами вот кстати по поводу грунта для кактусов я тут вчера буквально открыла интернет учет я периодически смотрю что пишут мне интересно и как бы сопоставляю своим опытом иногда очень смеюсь я открыла статью про хоризолиды карпус и там было написано какую нужно делать смесь для хоризолида карпуса я начала читать там взять то 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 есть там порядка пяти или шести составляющих каких пропорциях смешать вот честно если бы я профессионально не занималась цветами и хотела просто для себя купить цветы то прочитав такую статью я бы поняла что цветов дома у меня не будет и хоризолида карпуса как минимум точно не будет потому что слишком сложно для любителей усложнять себе жизнь вы можете читать такие статьи и намешивать разные смеси для любителей жить просто вкусно с удовольствием и наполнять свою жизнь многими вещами универсальный грудь сам эту не по теме спросить сегодня наболела когда хожу в раздумьях купила плющи задохлики поражены были щитовкой вывела с третьего раза междоузли были километровые его обрезала совсем недавно заметила на листиках белесый налет как накипь в чайнике листик начинает коричневить и сохнуть потом отваливается думала проблемы с корнями присадила проблемы не ушла решила что это грибковая прилила опрыскала фунгицидом тоже не помогло похоже на мучнистую росу и кому еще присоединяется елена к вопросу про некий налет на листьях плюща который вы точно описываете что это интернет изрыд и вот дальше вероника с еленой тут начинают диалог что скорее всего мучнистая роса симптомы сходятся начинается с нижних листьев ползать постепенно в длину я вам сразу скажу что это не мучнистая роса это паутинный клещ потому что именно как накипи это ну вот все признаки то что листики коричневеют отваливаются это паутинный клещ поэтому здесь только мыло зеленое мыло и различные мак таракт лик фитовер ну то есть что то что травить строить травить но опять же по моим наблюдениям если плющи начинают гибнуть скорее всего просто не ваше растение потому что если растение не ваше но с ним произойдет все что угодно я про фиалки рассказывала либо нападает одно либо другой либо она занимает либо если вообще ее никто не трогает и меня там рядом нет но как только я появляюсь она у меня падает и падает так что ломается вся под корень то есть это просто энергетически с вами совместимое растение ну и как бы просто примите тот факт что растения то живые существа не могут болеть погибать это не повод расстраиваться опускать руки с вам очень нравится можете экспериментировать я плющ брала себе домой на протяжении 10 лет он у меня гиб я брала следующий то есть я человек достаточно настырный ну вот сейчас я подружилась с ним и в принципе не вижу с ним особых проблем они мне кстати перестали болеть и до этого них сразу жрал паутинный клещ травить у меня времени было я выбрасывал брала следующего появлялся мучнистый червец потом опять клещ ну и вот это вот все по кругу то есть вот ровно до тех пор пока что то не изменилось на энергетике и плющ меня не принял скажем так вопрос про займик как его правильно поливать из его проблемы в поливе без конца загнивает эта проблема не его эта проблема ваша без обид но чтобы загнать займик это его надо лить прям очень очень хорошо поэтому раз в неделю умеренный полив умеренно это значит что вы проливаете землю но не до состояния болота потому что до состояния прям вот болота мы проливаем а зале и мир ты иначе они у нас сохнут ну бонсай надо отслеживать внимательно на полив замик говорила в ролике про замиакулькас и даже по-моему не один раз что растение клубнивая с очень толстыми листьями с очень толстыми стеблями поэтому недостаток влаги он переносит гораздо легче безболезненнее чем ее избыток вопрос следующий скажите пожалуйста если зимой открывать форточку цветы на подоконнике не замерзнут замерзнут если на не будет напрямую дуть холодный воздух более того я вам скажу что вот после того какой сейчас похолодало и муж мне продолжает открывать окна у меня начало сыпать линии цветы бугенвилле какие-то цена не прям вот чувствуют на них начинает тянуть холодный воздух они на это реагируют не очень хорошо и герань там тоже себя как-то так ведет поэтому либо ставьте так чтобы на них не попадал допустим вот так вот открывается форточка вы ставите вот сюда тогда воздух идет по бокам на цветок не попадает ну либо не открывать форточку но это не вариант тоже свежий воздух нам нужен либо просто ну договариваться с ними что ребят потерпите зима длится не так долго всего там 4-5 месяцев остальное время вам будет хорошо ну что делать решать нам вами с вами чем-то нужно но само собой если вы открываете прям окно и фигачите холодным воздухом на них цветы будут плохо себя чувствовать каждый раз ставьте себя на место цветка вот я когда речь заходит о детях о котах о птицах о цветах я все время ставлю себя на их место это вообще самый идеальный проверенный способ как будет мне это вот как про зале очень многие говорят обложите корни льдом ребят ну вот вы сидите такой весь себя прекрасный вам тепло и хорошо и тут вам фигак это со льдом в ноги вам как будет хорошо вот и азалии будет не очень хорошо то есть в любом вопросе вы ставьте себя на место цветка если я не люблю пить а в меня будут накачивать водой я буду все хорошо чувствовать вряд ли если мне тепло комфортно такой стою на окошке тут на меня начинает дуть холодный воздух мне как будет нормально ну явно не очень то есть вот этот вот такой какой-то здравый вопрос подстановка вернее себя на место того с кем ты имеешь дело она очень четко проясняет всем вопросы вот но также как со срезанными цветами да что нужно почему нужно менять воду в вазе потому что если вас поедет гнилой водой то вы будете чувствовать плохо то же самое со срезанными цветами если вода чист они стоят хорошо если вода тухнет и вы ее не меняете они стоят плохо так лариса куцкевич спрашивает посажены в горшке хамидоры в одном экземпляре то есть одно растение у нее из-под листиков что-то начало расти остренькие листики может это маленький хамидорейки ларис я бы с удовольствием вам подсказала если бы я видела что это растет но хамидоры растет стрелочками то есть у нее вылезает стрелочка который потом раскручивается превращается в листик это могут быть сорняки если у вас стояла на допустим на улице там что-то надуть могло там фикусах которые с улицы приношу крапива активно растет календула еще что-то смотрите если эти вот иголочки ваши будут вот так раскрываться и превращаться хамидоры значит это у вас новые побеги она дает до от корня если нет ну понаблюдайте то есть я без фотографии не смогу определить вообще такие вопросы они как бы подразумевают посмотреть и кстати вот еще раз уже зашла такая тема про посмотреть некоторые мне пишут что отправляют мне на почту доктор флорс и не получают ответа я к сожалению ну правда очень ограниченного времени и с удовольствием бы целыми днями занималась общением с вами но мне нужно деньги зарабатывать мне нужно заниматься своими бизнесами иначе я умрут голода и некому будет снимать для вас ролики вот поэтому у меня есть такое предложение вот кстати напишите мне в комментариях откликается но вам или нет что вы мне присылаете фотографию там не появилась буквально вчера на почту доктор собака флорс точка ру я выкладываете фотографии в сообщество и сразу отвечаю что делать потому что наверняка многие люди сталкиваются с подобными проблемами чтобы не отвечать на одни и те же вопросы по 150 тысяч раз у вас будет сразу в сообществе фотография и вы сможете посмотреть от как у других сравнить с собой и как бы получить сразу ответ будет это вам удобно или нет буду признательна за обратную связь вопрос кто я по знаку зодиака я по знаку зодиака водолей ну наверное поэтому я хочу сейчас присадить все в кашпо потому что вода у меня льется просто круглыми сутками я водолей но как там называется там пак не знаю как короче это называется астрологии у меня второй сильнейший знак это дева поэтому я очень люблю порядок цифры учет и чтобы все было вот прям по полочкам и все как положено и без лишней воды то здесь у меня нам дева пересиливает ну и последний вопрос на сегодня сколько времени растение может провести в темноте при перевозке без вреда для себя буду очень благодарна за ответ и еще пожалуйста подскажите чем лучше утеплить растения светлана отвечает что получала фикус из новосибирска в питере находились пути около недель доехали живыми зелененьким утеплитель обычный фольгированный значит но у меня вопрос к светлане а зачем делать такой путь и в питер заказывать из новосибирска цветы питер достаточно крупный город у вас очень много цветочных магазинов и цветочных баз неужели вы в питере не смогли найти цветы если что заказывайте от нас нас до питера один день доставка и не нужно так издеваться над цветами значит марин по поводу того сколько времени растение может провести в темноте при перевозке без вреда для себя цветы из голландии получаем в коробках лежа соответственно они лежат в темноте еще некоторые завернуты в бумагу они едут от четырех дней но если какой-то коллапс на таможне они могут провести 7-8 дней в таким образом они прекрасно себя чувствуют за редкими исключениями то есть ну понятно это бегонии цветущие это какие-то там компанулы примулы ну вот такие цветы конечно если они больше четырех-пяти дней они могут пострадать гранаты очень плохо переносит перевозку независимо от количества дней то есть они прям очень реагируют у них стресс не сразу все сбрасывают поэтому я гранаты стараюсь привозить крайне редко потому что в лысом состоянии их отдать покупателю не могу за закупку мне вообще смысла их вести нет то что на этом ничего не зарабатываю иногда и теряю забирать их на акклиматизацию на месяц но сейчас я надеюсь что с помощью ульве я немножко приведу свой домашний сад в порядок и смогу разгрести освободить место и уже создавать свои джунгли по своему вкусу они по тому что мне приходится забирать из магазинов и собственно наблюдать за красивыми цветами что касается утеплителя но это уже забота не ваш это забота того кто отправляет мы отправляем цветы по всей россии в течение 10 лет и соответственно но есть уже какие-то наработки какой цветок как завернуть зависит от специфики цветка и если растение цветущие мы не рекомендуем его отправлять наземным транспортом в течение недели просто потому что она можете не доехать до вас то есть это вот опять же компонула беготни примула ну то есть есть ряд список цветов если мы говорим про сансеверий драцены юки то им честно говоря вообще все равно растение очень стрессоустойчивый то же самое касается фикусов каучуконосных бенджамина конечно могут покапризничать ну просто потому что они сами по себе капризны на сегодня это все я думаю что раз в неделю может быть чуть почаще будет выходить ролик с ответами на ваши вопросы я еще раз дико извиняюсь что не успеваю быстро реагировать на ваши комментарии ну реально реально у меня просто нет сил повторю свою просьбу по поводу задавания вопросов в ю тубе поделитесь со мной насчет того что я буду отвечать на вопросы с фотографиями в сообществе насколько вам это будет удобно интересно присылайте мне на instagram flors.ru фотографии своих прекрасных цветов если вы хотите поучаствовать в челлендже очень хорошо заходит эта тема люди любят смотреть на цветы других людей тем более когда они красиво ухоженные есть действительно чем похвастаться ну и я вас очень прошу по возможности все таки давайте мы будем общаться здесь на ю тубе потому что по представляете у меня мистер флористер флорс у каждого аккаунта есть вк фейсбук и инстаграм плюс есть электронная почта плюс есть youtube плюс есть яндекс цен ну а я одна я физически просто не успеваю и так как я понимаю что вы все-таки ждете ответ от меня не от какого-то постороннего человека мне хочется пообщаться с вами лично тем более что я вам очень признательна за то что нашли время прокомментировать прокомментировали задали вопросы и вообще проявили интерес к моему каналу и к моим роликам для меня это очень ценно засим раскланиваюсь и до новых встреч на новых роликов спасибо что посмотрели это видео до конца